Всем добрый вечер. Напишите, пожалуйста, хорошо ли слышно, видно ли. Сейчас мы немножко подождем, пока придут зрители. Меня зовут Софья, я комьюнити-менеджер таких дел, и сегодня мы проводим очередной эфир из серии «Такой вопрос», в котором мы запускаем серию спецэфиров с сетевыми свободами. И сейчас мы подождем, пока к нам присоединится эксперт. Все, спасибо большое, что написали. Связь отличная, замечательная. Итак, тема нашего сегодняшнего эфира – это иногенты нежелательной и экстремистской организации. В чем между ними разница и как можно с ними взаимодействовать, не нарушая закон. Сейчас одну секундочку мы еще раз пригласим эксперта. И попробуем посмотреть, чтобы он присоединился. Я напоминаю, что вопросы к этому эфиру мы собирали в наших социальных сетях. Вот к нам присоединился Станислав. Добрый вечер, Станислав. Добрый вечер. Салат видеть вас. Да, аналогично. Итак, представлю. Это Станислав Селезнев. Он старший партнер, соавтор проекта «Сетевые свободы». Станислав, я уже представила тему этого эфира. Расскажите немножечко о проекте «Сетевые свободы» и чем вы занимаетесь. Немножечко о нас. «Сетевые свободы» – это проект, посвященный свободе слова и защите права на приватность. Во всех возможных проявлениях. То есть преследование в интернете, преследование за репосты, лайки, за проявление мнения, преследование за какие-то акции, связанные с рассказом в интернете об оффлайн-мероприятиях. Нас очень сильно интересуют блокировки разнообразные, которые осуществляют госорганы, независимо от того, какой страны. Мы работаем в защите на уровне от районных судов, от мировых судов, вплоть до Верховного суда и Европейского суда по праву человека и Комитетов по праву человека ООН. Дела, связанные с распознаванием лиц, с незаконным применением разнообразной технологической слежки. Все, что связано с интернетом и выражением мнения. Собственно, вот таким образом. Более 10 лет, на самом деле, мы работаем. За это время у нас в практике накопилось более сотни дел, ну, наверное, в год по таким вот вопросам. У нас только, ну, можно взять только за последний год, например, наше участие в более чем 400 дел, связанных с дискредитацией армии. В настоящий момент более 50 дел, связанных с распространением военных фейков, с участием наших адвокатов, собственно, защищаемых совершенно разных людей от каких-то учителей, от каких-то сотрудников полиции, кстати, тоже. Такие люди тоже у нас есть. На самом деле, независимые медиа тоже приходят к нам за защитой. У нас есть в активе десятки и десятки, на самом деле, прекращенных дел по совершенно разным статьям о военных фейках, об оправдании терроризма, об экстремизме, о разнообразных формах неуважения, о проявлении там, об оскорблении чувств верующих, о дискредитации армии и, ну, в общем, все, 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 что связано с репостами, постами и так далее. То есть, что касается этих дел, таких дел, да, как у нас, совершенно верно, то в этом мы, что называется, собаку съели уже. 14 жалоб, удовлетворенных Европейским судом по правам человека у нас есть. Начиная с дел Пусси Райт, об оскорблении чувств верующих, дел Владимира Хритонова по путной блокировке, произволе Роскомнадзора, ну, и множество-множество других. Коммуницировано несколько десятков дел, в том числе о неуважении к власти, о блокировке Телеграм, дело Руслана Соголовского, если помните, да, которого покемонов ловил храмин, то есть вот так с тех пор еще. Ну, и несколько сотен уже, на самом деле, жалоб только за предыдущий год, связанных с делами, связанными с военной цензурой. Так что, если у вас есть какие-то вопросы, связанные с постами, репостами, с преследованием за не какую-то непроставленную плашку на агенты или цитированием нежелательных организаций, то опытом готовы поделиться с вами. И, собственно, будем это делать на протяжении всего лета. Да, у нас запланировано шесть эфиров, это первый из них. Собственно, на все темы, которые Станислав сейчас озвучил, вы можете предложить тему следующего эфира, оставив комментарий здесь во время эфира либо после того, как мы выложим запись. Сегодня мы разговариваем о разных видах организаций, нежелательных, экстремистских, иноагентах. Подробнее об этом Станислав делился с нами тезисно в карточках, которые вышли не так давно. Но давайте, может быть, для начала, чтобы, так скажем, погрузиться в тему, дадим определение, кто такие иноагенты, кто такие нежелательные организации, кто такие экстремистские, в чем между ними разница. Для человека, который в интернете их читает. Краткие определения. В общем-то, все люди, организации, которых вы упомянули, входят, включены разнообразными госорганами в какие-либо реестра. Причем за последнее время мы видим уже неоднократные пересечения. То есть, допустим, одна и та же организация может являться, или один и тот же человек может одновременно являться и иностранным агентом, и находиться в списке экстремистов, и быть включен в реестр нежелательных организаций. То есть, один статус, один реестр не исключает другого. А в зависимости от того, как власти Российской Федерации и разные органы власти оценивают деятельность организации. Ну, начнем с самой простой, на самом деле, самый менее, скажем так, инвазивный, но от этого не менее неприятный статус – это иностранные агенты. Иностранными агентами граждан признает Министерство юстиции Российской Федерации, при этом решение принимается, то есть порядок принятия решения на самом деле закрыт, потому что иностранных агентов должен… Мы можем руководствоваться, к примеру, утечкой из опубликованными материалами из главного радиочастотного центра Роскомнадзора, например. Если эта утечка достоверна, мы не знаем, достоверна она или нет, то есть мы не можем ее проверить, Роскомнадзор точно, соответственно, не подтверждал те или иные документы, но из того, что опубликовано, мы получаем… мы можем сделать выводы, что признание того или иного лица, организации, незарегистрированного объединения человека и иностранным агентам происходит, ну, практически, если не в рандомном порядке, то в порядке личного выбора, скажем так, личного пожелания и актуальности для определенного момента, например. Причем обстоятельствами, которые влияют на включение в статус списка иностранных агентов, могут быть… То есть в конце 2022 года законодательство изменилось, если до этого необходимо было обязательно доказывание политической деятельности, как бы что бы ни называлось этой деятельностью, распространение материалов в интернете, обязательно необходим был такой элемент, как иностранное финансирование, то с конца 2022 года, после изменения законодательства, в частности, после появления нового закона, который объединил заантично целый ряд законов, в которых упоминались иностранные агенты. Кстати, иностранным агентам можно по усмотрению Министерства юстиции, в случае, если Министерство юстиции… Ну, то есть условие, по большому счету, одно – это распространение материалов в интернете, то есть наличие аккаунта в какой-то социальной сети, ну, или сайта, если мы говорим про какую-то организацию. Финансирование не обязательно, достаточно иностранного влияния. Все, это вот такая формировка в законе, находящаяся под иностранным влиянием. Влияние может быть все что угодно, участие в деятельности других иностранных агентов, воздействие, участие в мероприятиях иностранных агентов, может быть, подробно не раскрывает свою деятельность. При этом Минюст, когда публикует очередные списки иностранных агентов, указывает, что по мнению Минюста, неподкрепленному, на самом деле, какими-то определенными открытыми публичными доказательствами. Некое лицо осуществляет деятельность в интересах зарубежных стран. Это может быть, я даже не знаю, Индия, Япония, Украина, Соединенные Штаты, Чехия, Польша и так далее. Почему и как это внутренняя кухня Минюста, если, опять же, руководствоваться утечками азиочастотного центра, то, как влияние может быть просто репосты материалов или участие в мероприятиях. Каким образом это иностранное влияние будет воспринято? Даже не обязательно какого-то прямого финансирования, не обязательно получения этих самых иностранных денег. Потому что если деньги какие-то иностранные приходили, это зафиксировано, но тут уже доказывать нет необходимости. Любопытно то, что лицо, допустим, которое видит какую-то деятельность общественную, но при этом самостоятельно не публикует сведения какие-то, теоретически может избежать включения в реестр иностранных агентов. То есть если лицо не ведет самостоятельно соцсети, не имеет соцсетей, не имеет сайтов и так далее. Это самый наименее, скажем так, значимый статус. Плюс ответственность при взаимодействии с иностранными агентами законом предусмотрена только для самих лиц, включенных в реестр иностранных агентов. То есть для лиц, которые... ну и для СМИ, которые упоминают. Мы сейчас, я думаю, про СМИ говорить не будем. Мы сейчас будем говорить именно про простых граждан, про простые организации. То есть формально упоминание взаимодействия, участия в мероприятиях, ответственности, предусмотренные законом по уголовному кодексу, по кодексу об административных правонарушениях, не предусматривает. Что можно. Но статус иноагента, он, можно так сказать, как уже все, наверное, поняли, он несколько такой заразный получается. Общаясь с иноагентами регулярно в публичном пространстве, распространяя их материалы с пометками, без пометок для простых граждан, для простых организаций этого дела, не обязательно пометки какие-то ставить, как сами иноагенты, а себе ставят плашку. То есть данный материал, изготовленный иноагентом 18+. Значит, а, для организаций, если вы распространяете эти материалы для несовершеннолетних, вот в этом случае ответственность может наступить, но у себя там в соцсетях, для своих родственников, публично, не публично, где бы то ни было еще, распространять материалы иноагентов можно, но рискуя самостоятельно оказаться в их числе. Такая вот интересная история. Я думаю, что мы попозже поговорим конкретно. Подробнее, да, мы подробнее можем. Следующие виды, да, нужно разделять. Значит, следующее у нас, кто у нас есть? Экстремисты-террористы. Экстремисты-террористы включаются, значит, в реестр экстремистов ведет также Минюст, Министерство юстиции Российской Федерации, террористов Федеральной службы безопасности, ФСБ. Значит, с этими реестрами уже несколько сложнее. Чтобы организация попала в реестр экстремистских или террористических, это решение должен вынести непосредственно суд. То есть, как правило, в суд обращается у нас прокуратура с иском о включении организации, о признании организации экстремистской или террористической и запрете ее деятельности на территории России. Это происходит регулярно. Процесс, конечно, с одной стороны, ну, достаточно такой длинный по времени, не так быстро, как иноагенты. То есть, вот, однажды в пятницу, там, или в среду-четверг появилось сообщение, Минюст внес реестр. Нет. Как правило, это публично. Все знают, что появилось на сайте суда сообщение. Это может быть либо один из региональных судов, если мы говорим о признании организации экстремистской, либо, как правило, это верховный суд, куда обращается генпрокуратура для того, чтобы включить организацию в реестр террористический. Значит, что дальше происходит? После этого, после того, как суд выносит решение, решение еще может быть представителями этой организации обжаловано, иногда представители организации не знают непосредственно, не привлекаются к этому процессу. Но иногда процесс происходит длительно и открыто. То есть, мне приходилось участвовать, защищать организацию от включения в этот реестр, а должен признать, что это успешно. То есть, организация была включена в реестр, сейчас жалоба на этот факт находится в Европейском суде права человека. И у нас, в общем-то, таких жалоб несколько. После вынесения решения в суд за прессу проходит либо месяц, либо организация, допустим, члены организации обжалуют этот факт, может быть назначено апелляционное, допустим, рассмотрение. И уже, если во второй инстанции, собственно, суд утвердил внесение, утвердил решение, организация включена в реестр, либо экстремистских, либо террористических, с этого момента наступают, на самом деле, даже не с этого момента, с момента включения организации, еще с этого момента, есть некоторый временной лаг между тем, как будет вступиться в законную силу решения суда и как эта информация появится на сайте Минюст. Иногда с этого момента, иногда между этими моментами разница буквально один день, иногда может достигать полугода-года, например. То есть были такие случаи, когда решение суда вступало в законную силу, Минюст не мог раскачаться, и в течение фактически года никаких правых последствий ни для организации, ни для тех, кто делал какие-то репосты, не наступало. Минюст включил в реестр, ФСБ включила в реестр, все, с этого момента наступают все опасные последствия. С этого момента упоминать эти организации можно, но обязательно указывая на то, что эта организация, деятельность ее запрещена в России, и эта организация находится в соответствующем реестре экстремистов или террористов. А с этого момента новые такие же последствия наступают. Если у вас были, допустим, распространены где-то в соцсетях, или у вас на одежде, может быть, или где-то там, или даже не знаю, в каких-то там личных альбомах, есть фотографии с символикой этой организации, возможно, преследование за символику. То есть, первое, преследование за упоминание без плашки соответствующей, внесено в реестр, запрещено. Публикация, значит, символики. При этом, что характерно, что касается символики, а с виской символики организации, как правило, нет, и символику у нас, да, символика доказывается через экспертизу. Через экспертизу есть несколько экспертов у нас в России, очень известных, которые прекрасно разбираются в символике любой организации, которую признают запрещенные, там, экстремистские и так далее. И, собственно, они и помогают полиции, прокуратуре подтвердить данные, допустим, на размещенные, на изображении или на одежде, на накепке, там, на майке, на сумке, относятся к запрещенной организации или нет. Третье последствие – это возможность преследования за участие в деятельности, то есть за участие в деятельности экстремистской или террористической организации. А в какой форме может быть участие в деятельности? Участие в мероприятиях, подготовка передачи документов, то есть, допустим, если экстремистская или террористическая признанная организация, которая одновленно существует функции, например, СМИ или какую-то, ну, там, публичную деятельность активно ведет. Сейчас такие есть, таких все больше. Соответственно, хранение большого количества материалов этой организации у себя дома может быть сочтено как подготовка к распространению этих материалов, соответственно, участие в деятельности. Значит, участие в проводимых этой организации мероприятия. Допустим, организацию признали экстремистской или террористической. Организация при этом продолжает существование, приглашает вас на свои мероприятия, вы приезжаете, вас фотографируют, допустим, или где-то в списках вы оказываетесь. Соответственно, возможно, ответственность за участие в деятельности организации. Ну и, конечно же, это финансирование. Финансирование экстремистской и террористической деятельности – это отдельные уголовные составы. То есть, опять же, с момента включения организации в соответствующий реестр. Хорошо. И следующая, последняя такая... Да-да-да, я послушаю вопрос, конечно. Я бы хотела еще уточнить, что в целом понятно, что есть иноагенты, более-менее понятно, за что можно... Организация может стать иноагентом. Есть экстремистские и террористические организации, а есть еще вот эта какая-то новая эфемерная категория нежелательной организации. И вот здесь... Ну как новая у нас? ...непонятно. Ну вот она как-то только недавно начала приходить к нам на слух. В частности, мы с вами делали карточки про Greenpeace, которую признали нежелательной организацией. Можете чуть-чуть рассказать, что же такое нежелательная организация и как ей становится? Значит, становится ей, опять же, после включения в реестр Минюста, реестр ведет Минюст, но реестр ведет Минюст на основании, вернее, организации, которые попадают после того, как это решение принимает Генеральная прокуратура. Генеральная прокуратура должна формально посоветоваться с Министерством иностранных дел, потому что нежелательные признают иностранные организации. Значит, и дальше что наступает? Это очень интересно, на каком основании прокуратура принимает решение по каким-то одним известным основаниям, у них есть какая-то оперативная информация, возможно, от ФСБ, например, возможно, от министров иностранных дел, возможно, от счет каких-то там, может быть, активистов. Информация о том, что деятельность организации может нести угрозу к конституционному устрою Российской Федерации. Вот такая формировка. И если прокуратура такое решение принимает, сообщает Миньюс, Миньюс выносит организацию в список нежелательно. И дальше наступают последствия, сходные с включением организации в реестр экстремистов или террористов, кроме упоминания. То есть упоминать нежелательной организации совершенно спокойно можно. То есть в части упоминаний и не цитирования, но именно упоминания нежелательной организации статус наиболее мягкий. То есть мы с вами можем спокойно говорить Greenpeace, мы можем спокойно говорить с нами, какие у нас там еще нежелательные признаны. А, ну там, допустим, интересный момент, интересный момент, вот организация есть такая, например, «Медуза». Она признана одновременно и нежелательной, и включена в реестр иностранных агентов. Поэтому если мы с вами как СМИ действуем, то мы как СМИ обязаны упомянуть, что «Медуза» включена еще и в реестр иностранных агентов. Ее материалы закрыты, в том числе, от лиц младше 18 лет. А от лиц старше 18 лет, соответственно, защищает распространение ее материалов в статус нежелательной организации. То есть вот о чем мы с вами говорили, существует совмещение. Я специально упоминаю обязательно все эти статусы, для того, чтобы ни меня, ни вас, ни того, кто захочет, допустим, сделать репосты от этого самого эфира, нельзя было привлечь к ответственности за нарушение действующего законодательства Российской Федерации, поскольку мы с вами граждане России, находимся в России, возможно, не все зрители, делающие репосты, но я как адвокат все-таки вынужден настаивать на соблюдение действующего законодательства. Значит, что дальше? Да, что дальше, что у нас еще интересного с нежелательными организациями? С нежелательными организациями... С татусом нежелательной организации имеет самый... Как правильно сказать? Токсичный... Это самый токсичный в части репостов и распространения материалов. То есть если вы сейчас, допустим, сегодня признают нежелательную организацию, которая до этого очень аж активно вела общественную деятельность, распространяло большое количество материалов, много репостов люди делали, например, вы делали репосты, вы делали репосты, то каждый репост нежелательной организации начинает приравниваться к распространению материалов, то есть к участию в деятельности нежелательной организации. А за участие в деятельности нежелательной организации предусмотрена специализированная статья в Кодексе административных правонарушений. Значит, при этом, с одной стороны, с одной стороны участие в деятельности, но из практики, из нашей практики, по обращениям к нам, каким образом известны нам какие способы участия в деятельности. Это, во-первых, конечно, репосты и ссылки, это самое распространенное, за что составляют протоколы в статье 20.33. И дальше комментарии, допустим, данные по просьбе этой организации, но после признания ее нежелательной, руководство непосредственно участия в мероприятиях, которые эта нежелательная организация проводит. Особняком стоит финансирование, то есть предоставление финансовых средств какого-то имущества для заведомо для вас, предназначенного для деятельности нежелательной организации. В этом случае, возможно, сразу же уголовная ответственность. На это стоит обратить внимание. При этом, что интересно, действующее законодательство не содержит ответственности за изучение информации, которую распространяют иноагенты, террористы, экстремисты, нежелательной организации. То есть за входы на сайт, за входы блокировок, за использование VPN, за чтение материалов, за подписки на ресурсы ответственность законам, ну, по крайней мере, пока не предусмотрен. И несмотря на распространенность формулировок, фактов привлечения к ответственности именно за это, за интерес к запрещенным организациям, она, по крайней мере, неизвестна. Значит, что еще, что еще, что еще, что еще. Маркировка какая-то для нежелательных не требуется. Но, может быть, к каким-то частным вопросам можно стоит перейти, потому что общие мы назвали, теперь нужно рассматривать их по отдельности уже. Да, спасибо большое за подробный ответ. У меня появились микро-вопросы во время ваших ответов, но мы сейчас на все их ответим через, собственно, вопросы, которые прислали наши подписчики. Давайте начнем с первого. Это то, что многих волнует. Иноагентами нежелательными и экстремистскими могут стать не только организации, но и люди. Какой процесс? Он аналогичен признанию организации в этом же статусе? Или для физлиц это какие-то особенные требования или условия, чтобы стать тем или иным? Если мы говорим про иноагентов, нет никакого различия в том, являетесь ли вы огромной крупной организацией, являетесь ли вы крупным журналистом известным или, допустим, простым каким-то механиком из села, ябкой и так далее. Никакой в этом плане разницы нет. Минюст включает всех граждан, которые так или иначе засветились в общественной деятельности. И, по мнению Минюста, по мнению той информации, которую собрал, допустим, Роскомнадзор для Минюста, ведет взаимодействие или действует в интересах какого-то иностранного государства. А что меняется в жизни человека, когда его условно признают, ну, давайте иноагентом, скажем? Вот физлицо признает иноагентом, что это влечет? Такое физлицо не может участвовать в образовательной деятельности, не может распространить материалы для несовершеннолетних. Это во-первых. Далее. Здесь все зависит от того, сохраняет ли человек какую-то общественную активность или осуществляет организацию, или нет. Так, если какая-либо общественная активность прекратилась, ведение соцсетей прекратилось, в паблике человек не появляется, организация прекратила свою деятельность, то формально через год из этого реестра по заявлению Минюст должен такое лицо исключить. Если же человек не прекратил свою общественную активность, организация продолжает работать, возникает дополнительное, возникает целый ряд, возникает целый ряд дополнительных обязанностей. Зарегистрировать юридическое лицо, сдавать в четыре раза в год отчетность, проходить аудит раз в год своей деятельности, отчетность Минюст, я имею в виду, при публикации любых материалов ставить соответствующую плашку данный материал, созданный, распространенным иностранным агентом, фамилии, имя, отчество или название, и предназначен только для лиц старше 18 лет. Вот такие последствия возникают. В случае, если какая-либо из этих обязанностей новоиспеченным иноагентом не исполнено, Минюст, Роскомнадзор должен выявить это нарушение и составить протокол, направить его в суд, суд должен штрафовать. Если таких протоколов будет несколько, вернее, постановлений, вступив уже в законную силу, будет несколько, для иноагента, возможно, уголовная ответственность уже за ведение деятельности иностранного агента с нарушением действующего законодательства. Я думаю, что нам сейчас нет в эфире смысла называть номера статей, эти самые наказания, по ним каждый может загуглить, найти. То есть мы сейчас, мы с вами в интернете находимся, в интернете все это можно найти, и, в общем-то, мы с вами не справимся на бюро, поэтому все это здесь проговорено. Да, все правильно. А если человек работает в организации, которую признали иноагентом, но сам он не иноагент, кроме вот этого возможного вступления в круг лиц, которых когда-то, возможно, могут признать иноагентом, это чем-то грозит, вот прям какими-то юридическими санкциями или рабочими, или нет? Юридическими санкциями нет, но по факту люди, которые включены в реестры иноагентов, или которые постоянно взаимодействуют с иноагентами, рассказывают, сталкиваются с некоторым таким астракизмом и с опасением общения со стороны госорганов однозначно, ну и со стороны, в принципе, крупных организаций, допустим, какого-то бизнеса. То есть все то, что говорилось многократно о том, что этот статус совершенно не дискриминирующий, а всего лишь должен указывать на необходимость дополнительной отчетности пели в государством, по факту немножечко так не работает, вернее, серьезно так не работает. То есть я обращал внимание, что людей, которые включают в реестры иноагентов, начинают поздравлять, например, сторонники, говорить, что, допустим, это какого-то знак качества, на самом деле это достаточно дискриминирующий статус, и жизнь, он очень серьезно осложняет, в том числе и всем связанным сотрудникам, членам семьи, контрагентам и так далее, потому что повышается внимание. Во-первых, Роскомнадзор начинает мониторить социальные сети, и, собственно, Роскомнадзор и так у нас мониторится, но они начинают мониториться и, в общем-то, в базу, вноситься, в специализированную базу вноситься, публикации. То есть у вас появляется несколько преданных читателей из сотрудников Роскомнадзора, из сотрудников Центра противодействия экстремизму. Ну, в чьем-то, если вы вдруг уже в этот реестр попали, очевидно, эти преданные читатели существовали у вас и ранее, и отслеживали вашу активность. Значит, вот таким образом. Поэтому сам факт того, что, к примеру, вы не являетесь иностранным агентом, сотрудничаете с иностранным агентом. Для многих людей, если вы, к примеру, журналист и сотрудничаете с изданием, которое признано иностранным агентом, некоторые люди могут отказаться давать вам интервью из опасений, тоже как бы вот этот токсичный статус перенять на себя. Хотя из интервью, насколько мне известно, фактов внесения в реестр на агентов не было. То есть исключительно из какого-то более плотного сотрудничества. Ответственность законом еще раз не предусмотрена. То есть по факту это всего лишь грозит в целом социальной стигмой в таком ближайшем будущем? Ну, не всего лишь, а это серьезная социальная стигма, официальная с точки зрения государства, от которой потом в течение как минимум года невозможно будет точно избавиться. И не факт, что удалось избавиться потом. Это да. И можно предположить, что то же самое происходит, если в компании, которая не иноагент, появляется сотрудник, иноагент. И здесь вопрос, который нам задавали, известны ли вам случаи, может быть, вы сталкивались с ними как раз в работе, что сотрудника увольняли из-за признания его иноагентом? Так, ну, я конкретный кейс какой-то нужно обсудить, например. Такое возможно, потому что... Возможно, потому что на организацию, в случае, если эта организация распространяет какую-то информацию, то если в создании этой информации участвуют сотрудники иноагент, на организацию возлагаются дополнительные обязанности. Ставить пометку, что в формировании, в создании этого материала участвовал иностранный агент, фамилия, имя, отчество, соответственно, материал, это теперь может быть распространен только среди лиц старше 18 лет, и в случае, если организация этого вдруг не сделает, ответственность будет нести уже организация по закону, по тому же самому закону, то есть по той же самой статье по части 2.1, статье 13.15 УАП, то есть для организации штрафы там уже значительные, там сотни тысяч рублей. Риски многократно для организации повышаются в таком случае, и в этом случае организация может принять решение о расторжении сделанных отношений с таким же сотрудником. Понятно. Вот у нас есть еще один вопрос, но вы на него уже ответили. Это вопрос, не что-то будет, если я работал как контрагент с организацией, которую признали иноагентом или нежелательной. Вот, пожалуй, иноагентом мы обсудили, а что, если человек, допустим, работал переводчиком на какую-то компанию, которую за недавнее время признали нежелательной или даже экстремистской. Вот здесь есть какие-то юридические последствия? Имеет значение хронология событий. Если работа, сотрудничество осуществлялось до внесения организации в соответствующий реестр, соответственно, юридических оснований для определения претензий вам никаких нет. Если же это сотрудничество происходит и начало происходить, продолжилось после включения организации в соответствующий реестр, Соответственно, возможные последствия, либо привлечение к ответственности за участие в деятельности экстремистской организации, террористической организации, нежелательной организации. Соответственно, если вы продолжите сотрудничать, эти риски вы должны оценить для себя и либо принять их, либо отказаться от сотрудничества. Понятно. Пожалуй, на этом мы закончим такой про трудовые и статусные вопросы и обсудим то, что, наверное, больше всего волнует наших подписчиков. Это, собственно, свобода слова в интернете, репосты, цитаты и все такое. Здесь у нас первый вопрос. Может ли что-то грозить за косвенное цитирование? Например, я, просто обычный человек, написала в своих соцсетях в открытом доступе, что такая-то организация заявила цитата. Эта цитата тоже будет считаться как участие в деятельности или распространение какой-то экстремистской информации или нет? Вот именно цитата фактически является распространением информации от этой организации. А сообщение о том, что организация заявила о том, что, допустим, если вы цитируете, к примеру, я сейчас моделирую ситуацию, к примеру, организация Greenpeace, мы можем говорить, что она признание желательно не говорить. Кстати, вот насчет этого момента. Обязательного требования закон не содержит, но тут можно говорить о том, что защищая своих, допустим, слушателей, своих контрагентов каких-то, может быть, имеет смысл упоминать для них, что эта организация все-таки признана нежелательной. Потому что если вы сейчас вдруг заинтересуетесь моим рассказом о ней, то будьте внимательны, чтобы не попасть под ответственность какую-то. Поэтому моделируем ситуацию. Организация Greenpeace заявила протест, связанный с, допустим, экологической катастрофой из-за затопления Херсонской области и разрушения, допустим, гидроэлектростанции в Украине сейчас. Если мы говорим вот таким образом, то есть не цитируя организацию, а мы просто упоминаем, что организация, допустим, таким образом поступила. В этом случае мы материалы организации не распространяем. Точно так же в новостях мы могли слышать 10-20 лет назад о том, что какие-то организации, признанные экстремистскими или террористическими, заявили о том, что взяли на себя ответственность за террористический акт, к примеру. То есть это не распространение материалов организации. А вот если такие случаи известны, если, допустим, журналист или просто какой-то человек копирует заявление этой организации у себя там в соцсети и распространяет его, каким образом, какими именно словами организация, допустим, кто выступил и что именно произнес дословно, когда брал на себя ответственность за какую-то там, допустим, незаконную деятельность, в этом случае подобные уже трактуются как распространение материалов, исходящих от запрещенной какой-то организации. Поэтому здесь важно. Цитирование, прямое цитирование может быть сочтено распространением материалов. Если же вы описываете деятельность, то таких случаев бывает. В этом случае нам неизвестно в практике привлечения запрещенной какой-то организации. Понятно. То есть, подытожив, цитировать не надо. Это будет... Это риск. Это максимальный риск. Да. Лучше говорить, лучше косвенно говорить, что организация А сделала что-то. Как адвокат я должен сказать, что в этом случае риск сохраняется, но значительно меньше. Понятно. Вот так вот. То есть, мы не можем говорить, что это абсолютно безопасно. Мы не можем говорить о том, как судебная практика сложится у нас сегодня вечер, нормализация розы. Да. Следующий вопрос, на самом деле, очень интересный, и было несколько таких вопросов. Я их объединю, пожалуй, в один. Это вопрос, касающийся определения публичное распространение. В частности, вопрос звучит так. Материалами нежелательных организаций нельзя делиться публично. А если у вас чат друзей в Телеграме, можно ли такими материалами делиться? Это считается публичным распространением, или же это частная беседа, и это может быть, допустим, под охраной тайной переписки? В подобной практике у нас огромное количество, то есть десятки, если не сотни дел, связанных с распространением какой-то информации в чатах, в родительских чатах, в домовых чатах, просто в чатах на три человека. Если в чате участвует больше двоих человек, или если, допустим, у вас есть какой-то аккаунт, на который может подписаться более чем один подписчик, там, допустим, я видел вопрос, были такие вопросы, если у меня закрытый аккаунт, будет, и я что-то пишу в закрытом аккаунте, будет ли в данном случае признак, возникнет ли в этом случае признак публичности? Если у вас закрытый аккаунт, и на него подписано уже два подписчика, не один, а два, или есть возможность, допустим, вы подписаны на один человек, и вы еще разослали там пять инвайтов, и еще один инвайт, кому-то вы направили, он в любой момент может быть реализован. Первый на вас подписался сотрудник Центра по противодействию экстремизму, например, а друзья ваши еще не успели подписаться. Вот сотрудник ЦП, если видит, что фактически приглашений больше уже, может составить материалы, суд сочтет. Да, фактически создана возможность распространения, массового распространения. Ну и, то есть, если у вас пост, если вы вышли на улицу, там, допустим, с плакатом, однозначно это признак публичности присутствует. Если вы... Интересный момент, кстати, есть практика, значит, проведения мероприятий, каких-то протестных мероприятий в лесу, на горе или где-то в труднодоступном месте. Если непосредственно это мероприятие прошло, и никто не сделал оттуда фотографии, не выложил в интернет, то мероприятие публичным не считают суды. Это стоит обратить внимание. Это, опять же, не гарантирует, что сегодня вечером или завтра утром они не сочтут его, другую судью не сочтут его публично. Но из-за трудной доступности, трудной общественной доступности, соответственно, мероприятие публичным не является. Но как только оттуда там сделана фотография на этой вершине горы, в лесу, в болоте, где-то еще, и она выложена в интернет, фотографии, распространение фотографий уже некоторые суды считают, значит, распространением информации или, допустим, призывом к участию в незаконном мероприятии. Или организация этого мероприятия путем размещения фотографий. Ну, как бы то ни было, но подобные решения, подобные прецеденты есть. И, конечно, необходимо упомянуть кейс, который у всех на устах. Это дело о фейке в отношении московского полицейского, которого осудил суд первой инстанции. Решение еще не вступило в законную силу. Ну, и сохраняется еще некоторая надежда, что в возможность, вернее, надежда, может быть, не сохраняется, некоторая возможность юридическая сохраняется, что суд апелляционной инстанции все-таки воспримет некоторые логические аргументы и все-таки исполнит закон, и этот приговор отменен. Потому что речь идет о нескольких телефонных звонках, выполненных в течение одного дня. Обвинение инстанктовало эти несколько телефонных звонков как единое деяние, обрезанное единым умыслом для распространения информации нескольким лицам. На эту тему высказывался Верховный суд Российской Федерации. И Верховный суд высказывался так, что массовая рассылка сообщений может быть сочтена публичным распространением информации. То есть распространение, допустим, что такое массовая рассылка сообщений? Три сообщений, три смс-ки – это массовая рассылка, а девять, 18 – это массовая рассылка, или, может быть, их должно быть 180. Точного ответа на этот вопрос нет, но есть вот один приговор, вынесенный в Москве. Три телефонных звонка один на один, но в течение одного дня, с разницей между ними несколько часов, несколько часов. Суд первой инстанции исчел публичным распространением информации. Да, суды первой инстанции очень часто ошибаются. В Москве есть прецедент оправдательного приговора по делу о фейках во второй инстанции. Поэтому все-таки, как бы ни ругали Мосгорсуд общественные активисты, юридические возможности до сих пор сохраняются. То, что этот факт не станет практикой. Ну, будем надеяться. Но подытожив, получается, что публичным распространением информации может считаться, допустим, беседа с друзьями в закрытом группчате, если там три человека, а не просто один человек на один с другим видит беседу. Да, совершенно верно. Вот. То же самое. В качестве интереса публичная демонстрация, допустим, запрещенной символики, суды считают факты демонстрации людьми, находящимися в заключении, заключенными в своих татуировках, например, со свастиками, при переодевании другим людям в камере. Если в камере находится более одного человека, соответственно, стоит видеонаблюдение у человека где-то там, допустим, на плече какая-то из бурного детства, юности, сохранившаяся ситуировка с нацистской символикой, видеокамера зафиксировала, соседи дали показания, гражданина дополнительно оштрафовали или, допустим, дали ему несколько суток дополнительных за демонстрацию нацистской символики. Так что более одного человека, паблик. Ну, будем надеяться, что советы про демонстрацию запрещенной символики в тюрьме никому не пригодятся и зрителям нашего эфира. Вот. Следующий вопрос у нас есть, достаточно практический. Он пишет, здравствуйте, вопрос такой. Я работаю в интернет-издании, мы много пишем об экологии, поэтому на сайте у нас есть материалы с упоминанием нежелательной организации Greenpeace. Но все эти материалы опубликованы до включения Greenpeace, в реестр нежелательных организаций. Нужно ли нам проводить чистку? Ревизию однозначно стоит провести, это факт. Дальше вопрос. Если упомянута организация, то, что, собственно, она была упомянута раньше, что она упомянута сейчас, что мы с вами сейчас ее упоминаем, ответственности за упоминание закон не содержит. С плашками, без плашек, так или иначе. Но если в материалах есть ссылки на материалы, подготовленные Greenpeace, на соцсети, на сайты, на доклады какие-то, на публикации, однозначно такие ссылки образуют риск возбуждения дела по статье 20.33 участие в деятельности нежелательной организации. Если есть, опять же, о чем мы говорили сегодня уже, цитирование каких-то материалов Greenpeace, возникают аналогичные риски. Поэтому аудит публикации обязательно необходим, если вы не хотите получить ответственность. Собственно, на самом деле, ответом на этот вопрос является что? Является так называемое телеологическое толкование этих законов. Телеологическое толкование – это толкование смысла, которое закладывал законодатель. Законодатель все эти реестры создал для того, чтобы по разным основаниям прекратить упоминание, любое упоминание и ссылки на материалы этих организаций в публичном общественном пространстве. Понимаете? То есть эти организации должны исчезнуть полностью, максимально исчезнуть из... Они должны перестать существовать для паблика, материалы должны перестать распространяться, потому что по разным причинам они несут, с точки зрения законодателя, вред и опасность, либо террористическую опасность, экстремистскую опасность, опасность для этого самого конституционного строя и так далее. То есть вот, законодатель хочет, чтобы было так. Поэтому, а, ну, исполнитель, исполнитель исполняет. Если мы с вами понимаем, зачем закон создан, то есть забвение. Каждый из этих законов – это фактически закон о забвении. Понятно. В связи с этим еще один вопрос. То же самое пишет нам подписчица, что она поняла, что, допустим, если человек жертвовал организации, которые сейчас признали нежелательной, но это было до момента признания нежелательной, то проявлять человека за ответственность, за финансирование нежелательной или экстремистской организации нельзя. А что с репостами? С репостами ситуация очень интересная. У нас существует два подхода к подсчетам сроков давности. Подход, который Верховный суд утвердил для уголовных дел, сроки давности считаются с момента поста, репоста, размещения материала в интернете. Верховный суд утвердил этот подход в 2011 году в постановлении в своем этом самом обзорительной практике в постановлении пленума, связанном с рассмотрением экстремистских дел. Верховный суд подтвердил эту позицию, когда в 2021 году пересматривал это постановление пленума. Верховный суд второй раз подтвердил эту позицию, то есть третий раз ее уже озвучил в декабре 2022 года, когда утвердил новое постановление пленума о всех преступлениях, связанных с публикациями в интернете. Вот есть прям постановление пленума о том, как расследовать все, расследовать и выносить постановление, приговоры обо всех вообще делах, преступлениях, связанных с интернетом. Везде Верховный суд прямо ориентирует суды. Датой совершения является дата поста. В интернете элементарно, дата всегда где-то есть рядом на страничке, там в конце концов вибр-архиве можно посмотреть запрос сделать в администратору соцсети, ну видно, видно. Дата поста видна всегда. В административной практике все гораздо хуже. Административная практика, разъяснение Верховный суд для административной практики не давал, и в этом плане действует полный простор для творчества сотрудников полиции, центров по противодействию экстремизму, прокуроров, судей и так далее. Так вот, судей все на местах восприняли, пошли на поводу прокуратуры и считают, что по административным правонарушениям сроков давности нет, поскольку все посты в интернете являются якобы длящимися правонарушениями. Я говорю якобы, потому что позиция такая, на самом деле, на законе, на мой взгляд, не основана. Это противозаконная позиция. Но суды ее сейчас первой инстанции, первой и второй инстанции восприняли, к сожалению. Что это значит? Суды утверждают, и прокуратура утверждает, и суды поддерживают эту позицию, что посты в интернете, размещенные в 2011 году, 2009 году, 2005 году, с упоминанием какой-то организации признанной, нежелательной, находятся в интернете, и информация продолжает распространяться каждый день. И, собственно, таким образом, каждый день продолжает осуществляться правонарушение, и когда, наконец, вот сейчас, в 2023 году, эту страницу вдруг видит сотрудник ЦПЭ или ФСБ, на него обрушивается эта самая недостоверная, террористическая, экстремистская, нежелательная информация, он терпит какие-то унижения в связи с этим, и лишения, так называемые, и, собственно, он, и все, или она, или все остальные, соответственно, граждане. И таким образом правонарушение продолжает совершаться. Почему я критически отношусь к этой позиции? Потому что длящимися являются правонарушения в том случае, если гражданин, допустим, или организация не выполняет какую-то установленную законом обязанность. Ни в одном законе Российской Федерации не установлена обязанность мониторить свои соцсети на протяжении последних 20 лет и отслеживать публикации, удалять их после включения организации в реестр экстремистских, нежелательных или террористических. Нет такой формировки в законе. Ну, в общем-то, суды на это закрыли глаза, закрыли глаза полностью на разъяснение Верховного суда по уголовным делам. И поэтому, если у вас есть репосты, сделанные 10, 15, 20 лет назад, там на заре интернета где-то с упоминанием организации, признанных нежелательными, для вас это с точки зрения административного преследования однозначно, риск. Понятно. То есть всем надо внимательно относиться к своей истории, и мы рекомендуем посмотреть, проверьте ваши соцсети на предмет репостов. Да, фактически суды возложили на каждого гражданина Российской Федерации обязанность после каждого пополнения списка, например, экстремистских материалов, в коих уже почти 6 тысяч, отслеживать этот самый список экстремистских материалов и следить, нет ли у вас репоста какой-то мема, шутки, картинки, песни, книжки, видео, которая вдруг включена в реестр экстремистских материалов. После каждого включения организации в реестр экстремистских, террористических или нежелательных, следить за всеми этими реестрами ежедневно и, соответственно, проверять тут же свои социальные сети, а нет ли у вас вдруг там не сохранился ли какой-то репост в 2008 году организации, признанной экстремисткой или там запрещенной. Вот суды возложили такой обязанности. Закон не возлагает, суды возложили. Понятно. И хочется закончить, у нас вот закончились вопросы от подписчиков, остался только один, последний, и он такой, наверное, немножко грустный. Есть ли какие-то прецеденты, когда за репосты штрафовали тех, кого не должны были по закону? И вот человек пишет, что иногда кажется, что закон вообще опционален, когда дело касается штрафов за репосты. В смысле, за любой репост? Да, такие случаи есть? Я так понимаю, что, наверное, здесь имеется в виду как раз на агентов нежелательных и террористических, и экстремистских организаций. Здесь не вот такие. Смотрите, во-первых, вот как я уже говорил, за сроками давности. То есть, к примеру, ситуация. Человек в 2011 году являлся несовершеннолетним и сделал репост организации, которая признана впоследствии экстремисткой, или деятельность, которая запрещена. Ну, пример такой организации, например, признана экстремисткой, запрещена на территории Российской Федерации, ФБК. То есть все необходимые элементы я учел. Или там вот эта буква «Н», например, вот знаете, да, которая была популярна очень в качестве репостов и обозначения поддержки деятельности, допустим, от организации. Что происходит? Человек еще на момент публикации не достиг даже возраста административной ответственности. Прошло 5-10 лет. Материал выявлен либо сотрудником ЦП, либо, допустим, каким-то автоматизированным алгоритмом. Про это мы тоже не говорили. Сейчас уже автоматизированные алгоритмы во всю применяются. И сейчас человек забыл уже давным-давно, возможно, про этот аккаунт. Но там его имя-фамилия или ее имя-фамилия, она уже забыла давным-давно про этот аккаунт. А сейчас вдруг привлекли к ответственности. Есть такое? Ну и целый случай, допустим, с привлечением к ответственности политика Евгения Ройзмана, которого привлекли к ответственности. А, и, соответственно, привлечение к ответственности еще некоторых известных лиц за публикации в пабликах, названных их именем в соцсетях, которые они даже не посещали. То есть, вот понимаете, да, публикации происходят от имени этого лица другими лицами. Но далеко не всегда суды хотят в этом разбираться. Иногда удается доказать, что конкретно преследуемое лицо к этой публикации ответственности отношения никакого не имеет. Во-первых, есть фейковые аккаунты, во-вторых, есть аккаунты, которые ведут какие-то сторонники, есть аккаунты, которые ведут противники, может быть, намеренно. Вот в этом случае привлекают к ответственности как раз лицо, которое не должно быть привлекать. С нарушением сроков давности. Масса дел. Такие-таки случаи. Да, понятно. Вместе с тем, вот интересный момент, у нас есть в практике дела, когда удавалось прекратить даже уголовное преследование. В том случае, если происходил репост какого-то откровенно опасного материала с призывами применять насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов, но репост не сопровождался никаким комментарием. ни до этого репоста, ни после на эту тему человек не высказывался. Поэтому вот есть дела, допустим, по части 2 статьи 252, правда, о ней террористической деятельности. Дело было прекращено, и таких дел, на самом деле, несколько. В связи с тем, что репост не содержал абсолютно никакой информации, и лингвист не смог установить отношение лица к данному посту. Вместе с тем, есть другая практика. Человек поставил лайк посту, в котором речь шла о, с точки зрения лингвиста, дискредитации действующих вооруженных сил, их действий в Украине. И после этого за одну только эмоциональную реакцию суд постановил, что эмоциональная реакция является однозначным одобрением высказанного текста. Практика противоречебная, и в основном, конечно, она не в пользу привлекаемых к ответственности лиц. Интересно, какой эксперт принимал участие в, так скажем, распознавании одобрения в эмоциональной реакции? Вряд ли же лингвист. Лингвист, лингвист, да, это речь, да, в этом случае лингвист оценивает данные, данный пост и вот эту эмоциональную реакцию как, так называемый, креолизованный текст, то есть текст, сопровождающийся под подлежащим оценке изображений. Не абстрактным, а каким-то явным. То есть, допустим, там явно палец вверх, а не вниз, это явно улыбка какая-то, а не плач. Хотя там, по-моему, слезы. Там, по-моему, был смайлик в виде слез, что вообще отдельно заслуживает исследование. Да, ну, случай однозначно интересный, конечно, хотя и, конечно, печальный. У нас, к сожалению, заканчивается время эфира, потому что в Инстаграме эфиры ограничены одним часом. Вот, и давайте посвятим последние минуты тому, что если у наших зрителей сейчас есть какие-то вам вопросы, вы можете задать их в комментариях, вот, и Станислав постарается на них ответить. Вот, пока мы ждем комментарии, хочу напомнить то, что это первый эфир из серии шести эфиров в рамках нашей коллаборации «Сетевых свобод» и «Таких дел». Вот, вы можете оставить темы для следующих эфиров, и все, которые вас интересуют, касаются свободы выражения слова и мысли в интернете, и мы попробуем реализовать эти темы в следующих эфирах. Я могу сказать, что, ну, собственно, посоветовать обращаться к нам, если вдруг в отношении вас или ваших знакомых будет сейчас какое-то преследование по одной из статей, которые мы сегодня упоминали или даже не упоминали, но в связи с публикацией в интернете, вы можете найти наш канал в Телеграм, и там есть ссылка на горячую линию, обратиться на горячую линию, вам либо юрист ответит, либо мы с вами свяжемся и попробуем поучаствовать в защите ваших прав. Если вдруг произойдет ситуация, что вас там, допустим, где-то задержали в связи со спознаванием лиц, если в отношении вас составили протокол, если вас вызвали куда-то для составления протокола, или, допустим, у вас прошел обыск, вы сможете обратиться к нам, мы постараемся как минимум проконсультировать, как максимум принять участие в защите. Да, ссылку на Телеграм-канал «Сетевых свобод» мы оставим в первом комментарии к записи этого эфира для удобства. Ну, вот, собственно, я не вижу, чтобы были какие-то вопросы. Тогда, я думаю, что мы можем завершать сегодняшний первый эфир. Спасибо вам большое за ваше знание и время. Надеюсь, что удалось нам ответить на все вопросы. Вот, если у вас еще будут какие-то вопросы, обязательно именно к этому эфиру в том числе, оставляйте их тоже в комментариях. Вот, попробуем на них ответить. Конечно, будем разбираться. Всем добра, добрым людям мира. Все, всем спасибо большое и хорошего вечера. Берегите себя, не попадайтесь. Спасибо. 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 Продолжение следует...